Друзья, на создание этого ролика меня натолкнуло обсуждение в комментариях в моем телеграм-канале. Очень многие люди твердо уверены, что чем больше хода подвески, тем комфортнее будет мотоцикл на разбитом асфальте. Несомненно, некоторая корреляция ходов подвески и комфорта на разбитом асфальте присутствует. Однако, в целом, такое утверждение абсолютно неверно. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно будет понять, как вообще работает подвеска. Поэтому, давайте разбираться. Я напомню, что мы занимаемся доставкой мотоциклов из Японии. Поэтому, если вы хотите обновить свой мотоцикл, либо приобрести себе первый байк и привезти из Японии, то обращайтесь к нам. Мы делаем это хорошо. А также, не забывайте, что к следующему сезону мы купили достаточно большое количество мотоциклов в наличии. И по ссылке в описании к этому видео вы сможете посмотреть ассортимент. Сначала разберемся, из чего состоит подвеска мотоцикла в классическом случае. Обычно это вилка спереди и амортизатор сзади. Также к ней относятся шины, часть вилки, маятник и даже рама. Но для этого материала это мы опустим. Теперь давайте подумаем, как должна функционировать подвеска в идеальном случае. Представьте себя, вы едете по дороге, а впереди ямы и бугры. Так вот, в идеальном случае при проезде этих самых ям и бугров колеса будут эти неровности отрабатывать, перемещаясь вверх и вниз. А вы вместе с корпусом мотоцикла будете абсолютно неподвижны, будто под колесами ничего и не происходит. Это, само собой, идеальный случай. Если вы это представили, то вам будет несложно понять понятие подрессоренный и неподрессоренный масс. То, что должно продолжать прямолинейное движение без колебаний, это подрессоренная масса. То, что перемещается в вертикальной плоскости, это неподрессоренное. К ней относятся колеса в сборе с тормозами и шинами, нижняя часть вилки и маятник. К понятию подрессоренной и неподрессоренной массы мы с вами еще вернемся немного позже. Теперь давайте снова представим себе ту самую дорогу, где есть ямы и бугры. Подвеска может работать на сжатие и на отбой. Если глубина ямы больше, чем ход вашей подвески на отбой, то у вашей подвески нет даже теоретического шанса отработать эту яму идеально. То есть так, чтобы подрессоренная часть мотоцикла продолжала прямолинейное движение без колебаний. Если бугор на дороге перед вами выше, чем ход вашей подвески на сжатие, то аналогично у подвески нет даже теоретического шанса с ним идеально справиться. Если мы говорим о дорожном мотоцикле, а не неком узкоспециализированном, то классическая настройка подвески выглядит так. Когда вы сидите на мотоцикле, подвеска прожата на треть. То есть треть общего хода может быть потрачена на отбой и две трети на сжатие. Если общий ход подвески для простоты расчетов составляет 30 сантиметров, то в таком классическом варианте у вас будет 10 сантиметров на отбой и 20 на сжатие. Теперь давайте представим с вами, как колесо должно отрабатывать бугор на дороге в идеальном варианте. Оно должно достаточно быстро, вне зависимости от того, с какой скоростью вы двигаетесь, забраться до вершины этого бугра, не поколебав сам мотоцикл. А дальше достаточно быстро, вне зависимости от того, с какой скоростью вы двигаетесь, спуститься по этому же бугру, не теряя с ним контакта. В каком случае это было бы хотя бы теоретически реально? В том, в котором колесо с неподрессоренной частью подвески весит ноль. В этом случае, когда колесо добирается до вершины неровности, его кинетическая энергия будет равна нулю, с какой бы скоростью вы не ехали. В противном случае колесо, добираясь до вершины неровности, будет иметь желание продолжить движение вверх и оторваться от дороги, что нам совсем не нужно. Причем, чем выше неровность и скорость мотоцикла, тем быстрее, я думаю, это не нужно отдельно пояснять, колесо будет двигаться вверх. Формула кинетической энергии F кинетическая равно mv квадрат пополам, то есть зависимость энергии колеса от скорости его движения вверх не прямая, а квадратичная. Какие выводы можем сделать в этой точке? Во-первых, для того, чтобы колесо после прохождения верхней точки неровности сохраняло контакт с дорогой, его кинетическую энергию, то есть желание лететь дальше вверх, нужно гасить. Во-вторых, что чем меньше масса колеса с неподрессоренной частью подвески, тем меньше энергии нам придется гасить в итоге. Именно поэтому все всегда пытаются с неподрессоренными массами бороться. Теперь давайте подумаем, в каком случае, если колесо все-таки что-то весит, подрессоренная часть мотоцикла вместе с вами на ней не испытает на себе никаких колебаний, когда подвеска будет гасить энергию колеса. Правильно, в том случае, когда подрессоренная часть массы будет бесконечной. Так как это невозможно, то нужно понимать, что чем выше неподрессоренная масса и ниже подрессоренная, тем большее воздействие неподрессоренных масс вы, как мотоциклист, будете ощущать. Теперь нам важно понять, что на очень низких скоростях подвеска не работает. Представьте, что вы просто катите мотоцикл по разбитой дороге. Если вы закатываете мод на бугор, то подвеска практически не сжимается, и сам мотоцикл поднимается на высоту бугра. Если на вашем пути ямка, то мотоцикл в нее скатывается практически безо всякого хода подвески на отбой. Это происходит потому, что у связки пружины и амортизатора есть определенная начальная жесткость. Если кинетическая энергия колеса не достигает тех значений, чтобы эту жесткость продавливать, то подвеска не работает. А когда она работает, работает она по-разному в зависимости от неровностей. Для нас, как мотоциклистов, они обычно большие или маленькие. Но подвеска видит их по-другому. Для нее они в первую очередь с острыми краями или скругленные. Небольшие по высоте неровности с острыми краями отрабатывать ей сложнее, чем более крупные и более плавные. Форма важнее, чем размер. Взгляните на рисунок. Есть две неровности равной высоты. За то время, которое необходимо, чтобы колесо взобралось на первую неровность, высота перемещения во втором случае будет примерно вдвое меньше. А значит, скорость движения подвески на сжатие будет примерно вдвое ниже. Если бы длина пандуса, которая на второй картинке была бы больше, то скорость движения подвески была бы тем ниже. Если вы человек от науки, то вот вам на экране выкладка расчета скорости движения подвески S в зависимости от высоты препятствия H, радиуса колеса R, длины пандуса D и угла наклона вилки Theta. Если вы просто хотите услышать, до каких скоростей нужно мгновенно разгоняться подвеской при проезде квадратных неровностей, то вот вам пара примеров. Если вы едете со скоростью примерно 100 км в час и проезжаете неровность высотой 2,5 см, то ваше колесо двигается вверх со скоростью примерно 635 см в секунду. А если высота равняется примерно 5 см, то движение будет уже со скоростью 922 см в секунду. В зависимости, как видно из формулы, нелинейная. Также из формулы хорошо видно, что чем больше радиус колеса, тем меньше будет необходимая скорость движения подвески для взбирания на неровность. Именно поэтому у внедорожных мотоциклов, которым приходится иметь дело с высокими неровностями, спереди обычно стоит 21-е колесо вместо самых распространенных на сугубо асфальтовых мото 17-х колес. Теперь давайте чуть изучим устройство подвески. Для того, чтобы колесо могло двигаться вверх и вниз вне зависимости от неподрессоренных масс, оно должно быть соединено с ними чем-то подвижным. И одна из этих подвижных частей – пружина. Одна из важнейших характеристик пружины – ее жесткость. Она может выражаться в разных величинах, но возьмем, к примеру, величину килограмм на миллиметр. К примеру, пружина, имеющая жесткость нажатия 7 килограмм на миллиметр, работает следующим образом. Если положить на нее сверху груб с весом 7 килограммов, то она сожмется на 1 миллиметр. Если мы рассмотрим идеальный мир, где корпус мотоцикла неподвижен относительно дороги, а вверх-вниз ходят только колеса, при этом никогда не подпрыгивая в воздух, то жесткость пружины бы определялась исключительно весом колеса. Чем тяжелее колесо, тем жестче пружина. Как вы понимаете, в этом идеальном мире корпус мото не имеет колебаний, а значит пружинам не придется работать с его энергией. Когда пружина устанавливается на мотоцикл, то обычно она ставится не в свободном состоянии, а имеет поджатие на некоторую величину, например, на 1 сантиметр. Это поджатие называется преднатягом. Он делается для того, чтобы компенсировать вес мотоцикла, мотоциклиста и багажа. Если мы возьмем нашу знакомую пружину жесткостью 7 килограмм на миллиметр и применим к ней преднатяг 10 миллиметров, это будет означать, что она не будет сжиматься дальше, пока приложенный к ней вес не превысит 70 килограммов. Чем тяжелее мотоциклист и багаж, тем больше и должен быть выставлен преднатяг для корректной работы подвески. Если, например, приходящаяся на заднюю пружину такой жесткости масса мотоцикла и мотоциклиста составляет 140 килограммов, то ее нужно поджать на 2 сантиметра для корректной работы. Как правило, жесткость пружины у дорожных мотоциклов подбирается заводом так, чтобы при загрузке мотоцикла нужно было менять именно преднатяг, а не ставить более жесткую пружину. Но это не касается, например, эндуро, где обычно в инструкции прописано окно веса мотоциклиста, при преодолении границ которого в любую сторону, стоит пружину заменить на иную, более жесткую или мягкую, в зависимости от того, много вывести или мало. Жесткость пружин подбирается заводом, исходя из неподрессоренной массы колеса с подвеской и типичной скорости движения мотоцикла. Преднатяг выбирается, исходя из подрессоренной массы мотоцикла и мотоциклиста. Важно понимать, что более быстрые мотоциклы, например, спортбайки, при прочих равных имеют, как правило, более жесткие пружины, чтобы эффективно гасить более высокую энергию движения колес на неровностях на высоких скоростях. Если же мотоцикл сугубо городской, то при прочих равных используются более мягкие пружины, чтобы комфортно отрабатывать неровности на невысоких скоростях. Чем жестче пружины, тем выше их энергоемкость и тем более стабильно относительно дороги будет вести себя корпус мотоцикла. Проще это понять на примере автомобилей. Какой-нибудь классический Кадиллак едет очень мягко, однако даже на ровной дороге в поворотах ощутимо кренится, так как мягкие пружины принимают на себя энергию кузова и легко прожимаются. Спортивный автомобиль, напротив, довольно жестко отрабатывает неровности, зато в поворотах крены почти отсутствуют. Мотоциклы, понятное дело, не кренятся, но у них прожимается подвеска в быстрых поворотах, а также может присутствовать продольная раскачка. Как видите, выбирая пружины для мотоцикла, нам нужно решить две противоположные задачи. Нужно иметь мягкую отработку неровности на невысоких скоростях и большую энергоемкость на высоких. И для решения этой проблемы, помимо обычных пружин, существует еще два их типа. Первый – это пружины с двойной навивкой, а второй – с прогрессивной. У пружин с двойной навивкой две жесткости, к примеру, 7 и 10 кг на миллиметр. Сначала работает более мягкая часть, когда она смыкается, начинает работать более жесткая. Пружины с прогрессивной навивкой имеют условно 5 кг на миллиметр на первом сантиметре хода, 7 кг на миллиметр на втором, 10 кг на миллиметр на третьем и 12 кг на миллиметр на четвертом. Такие пружины позволяют пружине быть очень мягкой в самом начале хода и очень жесткой в самом конце. Само собой, такие пружины дороже, но они и совершеннее. Как вы знаете, помимо пружин в подвесках, есть еще и амортизаторы. Это связано с тем, что энергия, запасенная в пружине в процессе сжатия, высвобождается достаточно медленно. Если энергию сжатия и растяжения никуда не деть, то после проезда неровности пружина продолжит сжиматься и разжиматься по энергии. Колеса будут скакать по дороге, как мячики, и управлять таким мотоциклом будет очень затруднительно. Так вот, амортизаторы призваны гасить колебания пружин и преобразовывать накопленную в них энергию в тепло. Конструкция самого обычного амортизатора достаточно проста. Амортизатор представляет собой цилиндр, заполненный маслом. Внутри перемещается поршень, который имеет отверстие. Когда поршень перемещается сквозь масло, масло замедляет его движение, проходя сквозь отверстие, попутно нагреваясь. Большинство дорожных амортизаторов имеют не очень большое сопротивление при демпфировании сжатия и большое при демпфировании отбоя. Это логично. Амортизатор не сильно мешает колесу быстро двигаться вверх при наезде на препятствия, но эффективно рассеивает энергию накопленную в пружине при движении в обратном направлении. Конструкции амортизаторов очень разнообразны, и их разбор это не для этого материала. Но если нужно будет что-то пояснять, то я обязательно поясню. Например, у амортизатора есть легкая часть поршень и тяжелая сам резервуар с маслом. Перевернутые вилки это в том числе способ уменьшить неподрессоренную массу, так как если к колесу крепится именно более легкий поршень, то неподрессорен будет именно он. Как мы уже установили, амортизаторы демпфируют сжатие и отбой, преобразуя энергию в тепло. И сейчас самое время рассказать про то, чем коренным образом отличаются подвески дорогих мотоциклов, рассчитанных на активную езду вне дорог, от подвесок дорожных мотоциклов. Когда мы едем по дорогам, пружине необходимо в первую очередь демпфировать неподрессоренную массу колес и элементов подвески. У дорожных мотоциклов это обычно до 25 килограммов суммарно. А теперь представьте себе, что происходит, когда мотоцикл прыгает и приземляется. При приземлении колеса находятся на земле, а массы меняются местами. У вас получается 25 килограммов подрессоренной массы и примерно 285 килограмм неподрессоренной. Это расчет для среднекубатурного туристического эндуро с мотоциклистом весом килограммов 85 в экипировке. Я думаю, что нет никакой нужды объяснять, что при такой разнице невозможно корректно настроить подвеску с помощью одних и тех же пружин. Поэтому на мотоциклах, которые теоретически должны прыгать, применяется сложный механизм демпфирования сжатия. Когда такой мотоцикл едет по неровностям, скорости хода подвески на сжатие относительно невысокие. Подвеска работает одним образом. Когда мотоцикл приземляется, скорость движения подвески достигает 1500 сантиметров в секунду. И такие скорости обычно недостижимы на асфальтовых дорогах. Когда подвеска эндуро или дорогого туристического эндуро, рассчитанного на такое использование, начинает работать на скоростях, превышающих асфальтовые, то алгоритм работы амортизатора переключается на высокоскоростное демпфирование, которое призвано помочь пружинам поглотить энергию при приземлении и не допустить пробития подвески. Также такое демпфирование работает при проезде очень крупных неровностей на больших скоростях, например, когда вы быстро едете по большим камням. По вышеописанным причинам на внедорожных мотоциклах используются более дорогие и сложные амортизаторы для демпфирования высокоскоростного сжатия. Если использовать обычные, то в них возникает такое явление, как гидравлическая блокировка. Чем выше скорость движения поршня амортизатора сквозь масло, тем выше его сопротивление. Причем растет оно не линейно, а квадратично по формуле альфа-в-квадрат, где в скорость, а альфа-коэффициент сопротивления. Соответственно, когда скорость движения поршня, не мотоцикла, очень высока, сопротивление резко подскакивает и подвеска практически перестает сжиматься. Это работает не только при приземлениях, но даже если вы быстро едете на эндуро или турэндуро по крупным камням, как я сказал ранее. Корпус мотоцикла не то, что остается неподвижным относительно земли, а возникает ощущение, что неровности передаются попросту напрямую в руль, если в подвеске возникает гидравлическая блокировка. Соответственно, подвески мотоциклов, которые должны динамично ездить вне дорог, устроены сложнее и создают линейную, а не квадратичную кривую демпфирование сжатия. Это предотвращает возникновение гидравлической блокировки. Дорожным же мотоциклам нужно просто мягкое демпфирование сжатия. С демпфированием отбоя тоже связана определенная сложность. Если амортизатор слабо демпфирует отбой, то возникает ощущение расшатанности и оторванности колеса от дороги. В особо тяжелых случаях мотоцикл будет раскачиваться даже на небольших асфальтовых волнах. Но есть и обратная сторона. Если демпфирования отбоя будет слишком много, то подвеска будет разжиматься медленно, и тогда на следующей неровности энергоемкости может уже и не хватить для корректного демпфирования, так как неровности часто идут одна следом за другой, а амортизатору нужно успеть распрямиться. Есть такое замечательное для дорожных мотоциклов изобретение, как полуактивная подвеска. В чем мой смысл? Если коротко, то мотоцикл сам анализирует то, что происходит у него под колесами, и регулирует в зависимости от этого характеристики демпфирования. То есть, если начинается большая кочка, то ослабляется демпфирование сжатия, чтобы колесо залетело на нее как с можно меньшим сопротивлением. Ближе к верхушке кочки демпфирование сжатия усиливается, чтобы колесо не летело дальше, чем нужно, ну и так далее. То же самое и при ямах. Подвеска сама ослабляет демпфирование отбоя, чтобы колесо как можно быстрее встретилось с дном при наезде на яму. Характеристики демпфирования современные полуактивные подвески могут изменять десятки, а то и сотни раз в секунду, поэтому те, кто ездил на мотоциклах с такими подвесками, думаю, замечали, насколько они комфортны. На внедорожных или гоночных мотоциклах такие подвески не применяются, так как в первом случае подвеска не в состоянии оценить, что за мелкими камнями будут очень крупные, а далее будет прыжок на метр вниз, а во втором нет смысла в динамическом изменении характеристик демпфирования на однородном гоночном треке. Да и регламентом такие подвески запрещены. Смотрите мой ролик про топ-5 технических инноваций в мотостроении, я там подробно разбираю тему этих подвесок. Ну, а теперь давайте подведем некий итог. Как вы думаете, если высота кочки перед вами равняется 5 сантиметрам, то какой ход подвески вам нужен, чтобы была возможность теоретически преодолеть одну такую кочку? Ответ около 8 сантиметров при классической настройке подвески, где на сжатие по умолчанию отведено 2 трети хода. А какой должен быть ход подвески, если таких 5 сантиметровых кочек будет целая серия? В реальности точный ответ не может дать никто, так как это зависит от жесткости пружины вашего мотоцикла, веса вас, мотоцикла и вещей на нем, вашей скорости и продолжительности серии кочек. Мы же помним, что если кочки расположены близко друг к другу, то подвеска может не успевать полностью упрямляться между ними. Таким образом, от кочки к кочке ход будет постепенно выбираться. Но, как правило, даже на очень плохом асфальте кочки чередуются с ямами, и между ними зачастую есть расстояние. По моему личному опыту, ходы подвесок в 15-16 сантиметров полностью перекрывают нужды в асфальтовом ходе. А корректная настройка под то, что у вас под колесами, может сделать ваше перемещение даже по убитой дороге достаточно комфортным, особенно если ваша подвеска полуактивная. Простой пример тоже из моего опыта. Мой KTM 790 Adventure R имеет ходы подвесок по 245 мм. Моя MV Agusta Tourism Veloce имеет ходы в 160 мм и полуактивную подвеску. На довольно сильно разбитом асфальте Agusta едет ощутимо комфортнее, тогда как KTM, несмотря на свои ходы и широкий диапазон настроек, при любых настройках остается жестким и не очень комфортным в таких условиях. Его подвеска предназначена для того, чтобы поглощать большое количество энергии при движении по, например, камням, а также он умеет работать с прыжками и приземлениями. У него есть даже возможность отдельно настроить характеристики высокоскоростного демпфирования. Agusta в таких условиях, в которых KTM отлично себя чувствует, будет просто пасовать, постоянно пробиваясь и вообще работая некорректно, не дорог. В общем, отвечая на вопрос, поставленный в самом начале. Действительно ли мотоциклы с большим ходом подвесок будут более комфортными на разбитом асфальте, чем мотоциклы с меньшим? Нет, вовсе не обязательно. Вам не нужно на асфальте больше 15-16 сантиметров хода, а современные длинноходные подвески мотоциклов, рассчитанные на бездорожье, вообще, как правило, не отличаются комфортом. Есть также простые дешевые внедорожные подвески, где есть просто ходы и ничего более, как на Royal Enfield Gimalayan, например. Такие действительно кажутся довольно комфортными, однако плохо работают как на асфальте из-за своей мягкости, и раскачивая мотоцикл, плохо держая его на траектории в поворотах с неидеальным асфальтом, так и на серьезном бездорожье, где либо пробивается, либо впадает в гидравлическую блокировку. Резюмируя, нет ничего абсолютного. Для разных условий идеальны разные подвески. Лично, на мой взгляд, если вы не фанат езды по бездорожью на среднегабатурных и тяжелых адвенчерах, но любите при этом путешествовать, в том числе по разбитым дорогам, то для вас будет идеальная покупка мотоцикла с ходами в районе 16 сантиметров и желательно с полуактивной подвеской. Ну и ответьте сами себе на вопрос, неважно где вы и на чем ездите. Вы пытались корректно настроить на своем мотоцикле хотя бы преднатяг? Если нет, то велика вероятность, что ваша подвеска в принципе работает неверно. Если у вас регулируемая подвеска, вы пытались настроить ее под ваш основной режим и стиль эксплуатации? По опыту своих знакомых могу сказать, что этим заморачивается в лучшем случае один человек из 20. Перед сезоном просто попытайтесь сами или обратитесь к тем, кто умеет. Велик риск, что вы ваш мотоцикл вообще не узнаете. Это тоже, кстати, из опыта моих знакомых. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok